А тем часам у школах Минской области повеличивается колькость додатковых уроков и профильных лингвистичных занятков. Вот и млеку и по выучению китайской мовы. Разуметь, иероглифы учатся больше за тысячу детей в установах эдукации Борисовского, Смолевицкого и Молодечинского районов. Причем уроки и факультативы частей выкладаются ноцбиты мовы из-за мяжи. Наталья Кезик протягнет ему. Первый день на новом працованном месте Антония Кёру Молодечна приехала из немецкого города Мюнстер. Волонтер на протягу года будет працовать с помощником наставника немецкой мовы у 10-й Молодежинской гимназии. Сегодня поспела побывать на некоторых уроках и дала мастер-класс по вымаулению пылных немецких гуков и слов. Как я зауважила, у залежности от взрослых детей по-разному могут размовлять на немецкой мове и по-разному вымолять гуки. Темп мовления так само может быть разным. Сегодня я была на занятках у учня у 6-го класса. Вымоляла пылные слова, а я не хором за мной паутарали. Волонтеры у 10-ю гимназию наведываются 5-й год за парус. Но есть тут и программа по обмене. Так школьники из Германии приезжают на учебу у Молодечна, а затем наши учни едут до своих новых сябров за мяжу. Учить замежную мову у Асяроди зауседы больше эффективна. Ежегодно организуются двусторонние обмены учащимися и педагогами. Реализуются образовательные программы, проекты, проводятся мастер-классы. А свои мастер-классы и интерактивные уроки немецкой организовывают у садзе Гьотэ. Для займальных операпынку тут и литература на замежной мове, и интеллектуальные гульни. С первых в устну, але уже китайские иероглифы так само вывучают у этой гимназии. Факультаты унаведывают школьники с 3 по 11 класс. Наставник Бао Люба калау русской мовы из Тихоокеянского университета Китая. Молодечне працует другий год. Они очень любят изучать китайский язык, они с удовольствием делателями и учатся написать иероглифы, говорить фразу на китайском языке за мной. Но я их люблю, и они меня любят, да? Да! Спасибо, ребята! А кроме занятков по китайской мове, гимназисты лазят в вечары у стыля поднеобесной, выконывают китайские песни, хором, альбо сольно. Кабинет для выучения китайской мовы в 14-й молодежинской школе открыли в начале этого научного года. Выучать мову иероглифов тут будут 210 детей. Факультативные занятки начнутся литерально на наступном тыдне. Усягу в Минской области китайскую мову селета выучают тысячи детей в формате факультатива у тезвыклых уроков по замежной мове. Классы открыты в Смолявицком, Борисовском и Молодежинском районах. Наталья Кизик и Андрей Христин. Агентство Теллиновин.